Звездный городок, всемирно известная колыбель отечественной космонавтики, сосед Щелковского района. Хоть и закрытое территориальное образование, но отнюдь не анклав. Два населенных пункта связывает очень многое. Общие дороги, общая социальная инфраструктура, общие задачи на будущее. По приглашению руководства Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Звездный городок посетил глава Щелковского района Алексей Валов, провел встречу со специалистами, чей труд ложится в основу космической программы России. Я уверен, что каждый из вас внес достаточно весомых вклад в то, чтобы космонавтика не то, чтобы не умерла, а еще более сильными темпами развивалась и показывала премьер всему миру в достижениях благородности. Глава Щелковского района рассказал о достижениях в различных сферах жизни муниципалитета за последние несколько лет. Одним из самых важных шагов для развития социальной инфраструктуры назвал строительство перинатального центра по программе губернатора Московской области. Построили прекрасный перинатальный центр. Мы очень благодарны, в первую очередь, мамочкам, что они уже увидели такой, как бы, достаточно высокий уровень сопровождения их в начале и в конце, когда они рожают. Они с удовольствием начали все говорить о том, что готовы и дальше пойти, для того, чтобы наше население так вот, такими темпами увеличилось. Конечно, очевидно, что, как и вся московская область, Щелковский район улучшается, и город Щелково намного стал лучше. И за последние годы это заметно и становится комфортнее для жизни людей. Было отмечено, что залог положительной демографической ситуации, уверенного развития как звездного городка, так и Щелковского района – это постоянная коммуникация между поселениями, согласованная реализация различных региональных программ. Безусловно, говорим сегодня о том, что инфраструктура того или иного направления, социальной сферы, она не может быть разрывна между такими территориями, как звездный городок и Щелковский район. Строим свою работу именно совместно и в одном направлении. Ту стратегию развития Московской области, которую задал Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, это будущее Московской области. И, конечно же, очень здорово, что Андрей Юрьевич принял для себя такое решение и выдвигается на следующий срок, потому что все то, что сейчас делается на территории Московской области и, конечно же, Щелковского района, необходимо обязательно продолжать. Жители района поддерживают эти начинания. Также глава района ответил на вопросы сотрудников ЦПК, в том числе касающиеся развития транспортной инфраструктуры. Активно продвигается строительство моста через Клязьму. Большое внимание уделяется и ремонту дорог в целом. В 2014 году мы начали движение из 50 тысяч квадратных метров дорог, то в 2017 году 749 тысяч квадратных метров дорог было сделано. В этом году немножко поменьше и сделаем, 640 тысяч квадратных метров, но вполне достаточно, и уже перешли на ремонт дорог, связанных с заменой борьберного камня, который, по-моему, дорогу уже как бы раскрашился в затеятельности эксплуатации, и дальше будем это все выполнять. Мы очень благодарны за то, что рядом в Щелковском районе есть такой центр, где куется гордость России. А мы потихонечку-полигонечку будем эту гордость на территории своего района дополнять своим трудом, объектами и качеством жизни для людей. После встречи глава Щелковского района принял участие в возложении цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину. Он побывал на экскурсии по ЦПК, о прошлом, настоящем и будущем отечественной космонавтике рассказал космонавт Сергей Залетин. Скафандр «Сокол» делается на каждого космонавта индивидуально. В звезду прилетаешь, там тебе замеряют шлиф. Эта оболочка спасает тебе жизнь в случае резерватизации. Центрифуга. Об этом тренажере Центра подготовки космонавтов слышал, наверное, каждый. Только такое оборудование способно смоделировать жесточайшие перегрузки, которые космонавт испытывает при выводе корабля на орбиту и спуске обратно на Землю. Станция «Мир» – старшая сестра, действующая МКС. Тренажеры, полностью моделирующие различные ситуации при пилотировании корабля «Союз» и множество других увлекательных объектов, можно увидеть во время экскурсии по ЦПК. Алексей Валов подчеркнул, что подобные экскурсии играют огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Я просто весь впечатлен тем, что увидел, понимая, что здесь очень непросто готовиться к полету в космос, понимая, какие сильные люди приходят сюда для того, чтобы сформировать себя и подготовить профессионально для выполнения этой задачи. Сейчас мы сделаем все возможное, чтобы наши деточки со школ все сюда приехали, посмотрели, чтобы у них сформировалось впечатление и мироощущение от того, что здесь происходит, чтобы они понимали, какие задачи выполняет наша государственная программа, наше государство, которое делает все возможное, чтобы космическая тема не угасала, а наоборот развивалась и получала для себя новые ориентиры. Так, в скором времени планируется составить программу регулярных экскурсий в ЦПК для учеников школ Щелковского района. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».